Не виделись мы с вами, получается, крайний раз в феврале, мы повстречались, потом все, пандемия, но я считаю, что мы всегда были на связи, работа у нас велась. И на данной встрече сегодня присутствует у нас Филиппенко Евгений Борисович, да, он возглавляет у нас отделение МОСОБЛЮЦ по Красногорску и Журин Андрей, тоже депутат, но он по опалихе, но нынешняя основная его работа это советник по теплосети. Евгений Борисович, подскажите, пожалуйста, почему в квитанции МОСОБЛЮЦ не до сих пор газа? МОСОБЛЮЦ – это платежный агент, грубо говоря, это наемная бухгалтерия, которая заключает с контрагентами, в данном случае с управляющими компаниями, соответствующий договор об организации расчетов с населением. У меня договор с управляющей компанией. На сегодняшний день по Краснодарскому городскому округу у меня 23 прямых договора только с управляющей компанией, еще с ресурсниками, еще с контрагентами, которые оказывают иные услуги. В первую очередь мы руководствуемся одним единственным тезисом – это легитимность управляющей компании. То есть управляющая компания должна быть законной, легитимной на этих многоквартирных домах. Чем мы руководствуемся? Руководствуемся мы только одним единственным источником – это сайт государственной жилищной инспекции Московского, это государственный надзорно-контрольный орган в сфере эксплуатации. Я подобрал. Это неинтересно, это мы уже слышали. Почему вам интересно? Почему на Речная-14 нет? Четыре. Четыре. Я не знаю, это надо смотреть договор. Это не только Речная-4. Спасибо за внимание. Это большая часть города. Договор с Московского газа заключается не здесь, он в главном офисе заключается, прямой договор. К этому договору идет постоянное обновление списка адресов, по которым идет начисление. Квартиры в соцнайме присылали все, как положено. Вдруг в этот месяц компания пишет капремонт с долгами квартире, который в соцнайме. Фонд капитальный ремонт нам передает базу данных. Совершенно верно. У нас соцнайм вообще база нет, поскольку начисление за соцнайм проводит совсем другая организация. Естественно. Спасибо, можно я отвечу? Да, конечно. Вы отвечаете очень не точно. Я прошу конкретный ответ на мой вопрос. Я вам принесла факт. Если у меня нет базы соцнайма, то у меня и нет информации о том, что данная квартира является муниципальной. Я это получаю от фонда капитального ремонта. Если выясняется, житель звонит или обращается, что это квартира муниципальная, делаю запрос и задаю вопрос. Что по информации, имеющей у нас буквально запрос, квартира такая является муниципальной. Прошу дать информацию. Они присылают. Мы сейчас открываем дополнительные офисы для того, чтобы приблизить работу с жителями. В Путинково сейчас офис открывается. Следующий офис работает. В Красногорске только один. Следующий офис на подходе. Сейчас уже четыре работают. Где? На сайте все написано. И, соответственно, сейчас администрация уже дала предложение по помещению, которое будет открываться в офис Павшинской полиции. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос, как мне выйти с вами на общение без посещения офиса. Помойки вывезти не могут. Куда уж там разносить. Причем здесь лечевые счета. У меня в назначении платежа написано. Собственник, адрес, квартира, назначение платежа, счет МОСОБЛ ИРС. Они вообще ни за что не хотят отвечать. Ни за что. Поэтому люди волнуются. Лучше платить напрямую и, простите, без управляющей компании, когда разберутся, чем пользоваться услугами МОСОБЛ ИРС. Вот вы понимаете? Не общение человеческого, не ответа точного. Все, прям вот как под копирку. Вот такого безобразия, как платежный документ, и как пишут, вы вправе получить 50%, то есть на следующие счета, ну в следующем месяце, за неправильную корректировку платежного документа. Я ответа не могу получить. А какие 50% говорить? Ну, эти документы пришли не только в школьный 18, пришли и в другом доме, где должники есть по теплосети. Как считать этот документ? Как платежный документ или как уведомление? Нет, это не уведомление, это платежный документ, который является платежным документом, который можно взять. И у трех платежных агентов, это тоже в нем написано, вот информация, которая размещена в этом платежном документе. Здесь перечислены три платежных агента, которые примут денежные средства. Выпустили отдельную платежку по теплосети. За три дня полтора миллиона погашек выплатили. Это ровно, это ровно то, о чем мы говорим, извините меня, с декабря месяца. Платежке ЕФЦ должно быть расщепление, чтобы пока идет вот эта вот драка между онлайном, ДЭЗом и другими компаниями, да, пока, давайте говорить, ювеличество. До этого оно и было выпущено. Жду их дать возможность. Все, спасибо, до свидания. Вы ужасно, вы ужасно себя ведете. Вы не на один вопрос не дали ответа. И с этой организацией надо кончать. Вообще, собрайте, Макс, если нас не хочет слышать прямой представитель МОСОБЛИРС, вы представьте, что тогда должно произойти. Все произойдет ровно так, как мы делали с самого начала. Как мы об этом говорили всегда. Вы отвечайте. Прошу еще раз. Кто считает, что я не ответил на вопрос? Еще раз повторяю. Кто считает, вы только считаете. Что мне сейчас жителям говорить? ЖКХ онлайн есть графа за теплосеть. ЖКХ онлайн, к примеру, мы не оплачиваем, да? Соответственно, мы должники по теплосети. Да, конечно. Автоматно. То есть мы должны ждать, когда у нас там доберется определенная сумма неоплат наших, и нам придет платежка именно от вас. Был сформирован реестр. Вес этого реестра 9300 лицевых счетов. Это те лицевые счета, которые имели задолженность, имеют задолженность по одному ресурснику теплосеть. 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, и я не могу дать одну платежку, потому что не я их выпускаю, не я их создаю. Мы здесь только в бухгалтерии понимаем население. Поэтому они были выпущены по определенным должникам, с определенным признакам, и все. Будет ли следующая акция, и с каким признаком, я не знаю. Такая же проблема сейчас есть на Лесной 6 и 7. Таких домов много. Много. В августе будет комиссия. Рабочую группу меня тоже туда заводят. Как раз на моем округе получается несколько домов. Это Маяковская, Лесная и Первомайская. Мы уже там, ну Первомайская получается. Там как раз вот именно рассматривается вопрос о переселении. И что касается непосредственно Лесной 6 и 7, это внесение, соответственно, чтобы их признали аварийными, чтобы их внесли в программу о переселении. А мы, получается, на реконструкции. Так выходит? Вот это на первом, это будет много совещаний. На первом совещании меня туда приглашают. Я, соответственно, после этого совещания сразу выставляю. Он 35-й год в стране. У нас плесень просто в каждой квартире. Плесень. Что, что у вас в программе? Я вот после первого совещания сразу с вами следую. Мы не согласны с ремонтом дома. И если будет принято, что этот дом будет все-таки ремонтирован, то, соответственно, поднимем мы, там, не знаю, журналиста, вызовем телевидение. Потому что там жить невозможно в этом доме. У меня дети живут в плесени. И это не только у меня. Самое главное, чтобы было признание дома аварийным. И после этого уже делаются какие-то движения. Была, значит, программа. Называлась у меня муниципальная программа «Жилье». Значит, она на 2017-2021 год. Мы туда входили. Вот, видите ли, очень непонятно, что была типа комиссия. И эта комиссия заключила на том, что дом не является уже не аварийным, не ветром. Но есть новая программа. Переселение граждан из аварийного жилья. 20-й, 24-й год. Ну, а нашего адреса там опять нет. Передине опять нет, а он еще. На непосредственно на комиссии я буду продавливать ее. Мне не хотелось. Поэтому в любом случае, одна из наших, там, следующих, следующих этапов, мы приедем, чтобы это еще засняли, хотя бы одну-две квартиры посмотреть. Ну, это в августе мы тоже сделаем. Ладно? Давайте тогда смотрите в понедельник, так же в полвосьмого. Отлично. Имейте в виду. То есть комиссаров, да, представитель МАЭСКО. Продолжение следует...